Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит мой YouTube-канал. Меня зовут Евгений Киселёв, и вы видите, что у меня новый гость, которого я очень рад видеть. Украинский журналист, политический обозреватель Виталий Портников. Виталий, привет! Здрасте! У Италии тоже есть, насколько я знаю, свой YouTube-канал, достаточно популярный, и если вы вдруг на него не подписаны, пожалуйста, подпишитесь, поддержите лайками, вопросами, комментариями. Ну и о моем канале тоже не забывайте. Тоже лайки, комментарии, вопросы и, конечно же, подписка. Виталий для меня там особый гость, потому что мне очень хочется поговорить с ним о том, что происходит в Украине и вокруг нее. И Виталий является собой очень редкий тип журналиста, который, с одной стороны, всю свою карьеру проработал в Украине, а с другой стороны, очень много и долго работал параллельно и в российских средствах массовой информации. И поэтому он один из, наверное, немногих украинских журналистов, который понимает, что такое Россия, как устроена российская аудитория и как объяснить ей некоторые вещи, которые до нее не доходят. Ну вот, как пример, Виталий, вот как бы вы объяснили российской части аудитории моего канала, как реагируют украинцы на разного рода благие пожелания, исходящие из уст западных политиков, некоторых российских оппозиционеров, которые призывают к немедленному прекращению войны, к немедленному прекращению огня, к тому, чтобы перестала литься кровь, которые заявляют, как Григорий Явлинский, например. Главное – остановить побоющие, главное – остановить войну, главное – чтобы перестали гибнуть люди. Все остальное, типа, потом, потом сядем и договоримся. Виталий. Кто-то… Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, уже мои зрители. Кто-то из западных политиков, по-моему, выдвинул очень простую формулу, которой я совершенно согласен. Что если Россия прекратит стрелять, прекратится война. А если прекратит обороняться Украина, если прекратит стрелять Украина, исчезнет Украина. И в этом есть большая разница в отношении к происходящему. Я уже не говорю о том, что на самом деле, что бы мы там ни говорили, а война на территории самой Российской Федерации не происходит. И мы прекрасно понимаем, что ядерный потенциал Российской Федерации практически обеспечивает, что война на территорию России, на суверенную территорию России, скорее всего, и не придет. Если это только не будет внутренний конфликт такой, какой мы видели, когда вот эти вот первые такие капли дождя на раскаленной крыше в виде бунта пригожина проявились, мы поняли, что война на территории России может быть, но это, скорее всего, будет клановая война. Какая-то межрегиональная война, но не война с Украиной. А Украина воюет с Россией на своей суверенной территории. И при этом война идет не за территорию. Это тоже очень важный момент, которым нужно всегда помнить. Не за какие-то конкретные регионы. Война идет за саму украинскую государственность. Кстати, это же опять-таки уже теперь не мои домысли. Когда я многие годы подряд говорил, что для российского политического руководства является вопросом само существование Украины, то и мои зрители и читатели в Москве, и мои зрители и читатели в Киеве утверждали, что это некий радикальный подход. Но у нас есть теперь статья. Статья президента Российской Федерации Владимира Путина. Есть еще одна статья бывшего президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, в которой четко говорится в обеих этих текстах, что никакого украинского государства не существовало, что это исконные российские территории, что Россия в своем праве, когда она пытается установить свое правление на этих территориях, что никогда не было украинского народа, что украинский язык не существует, а если и существует, то это некий диалект русского языка. Путин абсолютно спокойно, я бы сказал, без особых волнений, перевел свою статью, отрицающую существование украинского государства и украинского языка, на украинский язык. Она на украинском языке существует на сайте Кремля. То есть это говорит о том, что никакие доказательства исторического, культурного, лингвистического характера на российское руководство не действуют, потому что для российского руководства, по крайней мере для нынешнего российского руководства, Россия – это государство, которое должно находиться в границах Советского Союза. То есть Советский Союз – это Россия, а вовсе не РСФСР и не Российская Федерация. И вот за это идет война. Кстати говоря, когда вы вспомнили о Григории Явлинского, меня как раз позиция Григория Явлинского вызывает наибольшее количество вопросов, потому что как раз Явлинский то должен это понимать как никто, как человек, который вырос во Львове. И последняя моя, мне кажется, самая продолжительная прогулка с ним, когда мы обменивались мнениями о происходящем, она была не в Москве, а во Львове. И никакого, я бы сказал, диссонанса, никакого различия в оценках по отношению к тому, как российское государство и его население относятся к Украине, я тогда не наблюдал в своем диалоге с Григорием Алексеевичем. Поэтому я считаю, что это... А давно это было, простите? Давно это было, безусловно, многие годы назад, но я думаю, я не установлю точно дату, но я думаю, уже после первого украинского Майдана, мне кажется, у Григория Алексеевича во Львове родственники, семья, друзья, память о детстве. И поэтому он должен четко понимать, я думаю, что он это прекрасно понимает, что для тех, кто живет рядом с ним, для жителей Российской Федерации не существует той страны, которую он страну считает. Вообще самая большая политическая проблема, это когда человек пытается подстроиться под общество, которое для него не является своим. И это проблема очень многих выходцев из Украины, которые находятся, скажем так, либо на российской службе, либо в случае Григория Явлинского хотят считать себя частью российского политического ландшафта, не являясь ей. Я должен сказать, вы упомянули мою работу в российских медиа, я действительно много в них печатался и много давал интервью российским медиа на протяжении двух десятилетий своей жизни в Москве. Это же было не просто приезд, да я жил в Москве с, мне кажется, 20 лет до, наверное, 40. Это длительный период творческой биографии. Но я никогда ни одного дня в своей карьере не позиционировал себя в качестве российского журналиста. Меня позиционировали, это правда. А я себя нет. Я всегда говорил, что я украинский журналист, который работает в Москве в качестве иностранного журналиста, что для меня Украина ничем не отличается от Германии, Франции или Словении или там Македонии, условно говоря. Для моих российских коллег, я бы сказал, для 90% моих российских коллег это было странно слышать. Потому что для них модель поведения выходца из Украины в российской столице состояла в том, что этот выходец из Украины должен немедленно себя ощутить частью московской, я бы так сказал, либо политической, либо журналистской тусовки, я бы даже не назвал этой элиты. И когда человек это не хотел делать, это воспринималось как некое еще большее проявление провинциализма. То, что человек приехал из европейской страны в государство, которое только пытается стать европейским, то, что за нами совершенно другие цивилизационные корни, которые в принципе очень далеки от тех корней, которыми отличалось и Владимира Суздальское княжество, и Московская Русь, и Россия. То, что это, можно сказать, приезд из цивилизации в некую общность, которая только пытается сравниться с той цивилизацией, которая есть на украинских землях, это, мне кажется, никогда не было понятно даже людям, которые имели неплохое историческое и политическое образование. А те, кто, кстати, это понимали, как прекрасный историк Таирова Яковлева, их же выдавливают из российской научной элиты. Вот я так понимаю, что эта замечательная исследовательница украинской истории, автор блестящей биографии Ивана Мазепа, она вынуждена была покинуть Россию после нападения России на Украину. Поэтому единственное, что остается... Она была даже уволена из Академии профильного института, в котором она проработала всю жизнь, и, насколько я знаю, она живет, по сути дела, в вынужденной эмиграции где-то в Европе. Действительно, я хочу для тех, кто не знает, сказать, что вот есть такое блестящее ученое, историк Татьяна Таирова, Таирова Яковлева еще некоторые знают, которая вот даже накануне войны была приглашена медиагруппой «Украина», работать над большим сериалом, художественным сериалом, как раз у Гетмана Ивана Мазепи о разных периодах его жизни. Но, к сожалению, война вот этот проект сломала. Ну, дай бог, когда-нибудь к нему мы вернемся, но она прекрасно говорит по-украински. Она действительно знает не только историю Гетмана Мазепи, историю Украины 17-го, начало 18-го веков, она специалист, и она действительно, вот, пример, я совершенно согласен с Виталием, что она вот такой яркий пример того, как людей, которые смотрят иначе на Украину, на ее цивилизацию, из России выдавливали. Ну, я вот возвращаюсь к теме Григория Алексеевича Явлинского, я вам хочу сказать, не знаю, знаете ли вы это, что он украинский язык тоже знает. Более того, он мне рассказывал про эпизод, когда ему выпало стать переводчиком Кучмы. Где-то он оказался на какой-то международной конференции, где не оказалось переводчика. А Кучма уже, будучи, я не помню, был ли он уже избранным президентом, но как минимум он уже был официальным кандидатом в президенты Украины, и ему понадобился переводчик, и Григорий Алексеевич переводил с украинского. Я очень хорошо помню эту историю. Дело в том, что еще одна легенда. Леонид Данилович Кучма не владел украинским языком на момент своего избрания президентом Украины. Это будет полезно. Простите, пожалуйста. Он выучил этот язык. Простите, пожалуйста. Ну вот Григорий Алексеевич. Виталий, дорогие зрители, я просто оговорился. Речь идет, конечно, о Леониде Макаровиче Кравчуке. А, это другая история, конечно. Это конец 91-го года. Это последние месяцы существования Советского Союза. Это Украина, уже провозгласившая свою независимость. И вот встречаются Кравчук и Явлинский. Явлинский становится вынужденным переводчиком и переводит с украинского на английский. Ну вот это хороший пример. Поэтому я всегда говорил вот таким людям, что они никогда не станут российским политикой, потому что им никогда не удастся до конца понять российское общество. Потому что это советское восприятие. Понимаете? Я вот всегда пытался это объяснить. Для тех, кто вырос в советской Украине, а Григорий Явлинский один из таких людей, возможно, родиной был весь Советский Союз, и поэтому они легко восприняли в качестве родины новую Россию. Но они прекрасно знали, что они живут в отдельной союзной республике, в Украине. Ну и я уже не говорю о том, что для жителей Львова, Ивано-Франковска, Тернополя или Ужгорода родиной как раз была Украина, а не Советский Союз. А для тех россиян, которые жили там где угодно, в Москве, Калуге, Новосибирске, Ханты-Мансийске, родиной был весь Советский Союз, который они и называли Россией. И вот это вот непонимание различия восприятия, оно и привело к тому глубинному цивилизационному конфликту, результаты которого мы пожинаем сегодня. Потому что, по большому счету, нет тут никакой, я бы сказал, реальной площадки для компромиссов. Россия, безусловно, вынуждена будет смириться с тем, что она не сможет проглотить Украину, просто потому что у нее не хватит на это сил. Или Украина отобьется, или Украина станет членом НАТО, и русским станет ясно, что они могут захватить Украину только ценой ядерной бомбардировки своих городов. И могут отступиться от этой идеи. Но я уверен, что еще на протяжении нескольких десятилетий, до окончательного исчезновения из жизни людей, вобравших себя в этот советский опыт, для большинства жителей Российской Федерации, Украина будет той же самой Россией. И тут не о чем договариваться, потому что это убеждение. А для нас, для всех, кто живет в Украине, я уже не говорю о новых поколениях людей, которые вошли в жизнь после 1991 года, Украина никогда не была, не есть и не будет никакой России. Исторически не была, политически не была, сейчас не является и никогда не будет. И чем быстрее это поймет каждый русский человек, тем легче ему будет сохранить свою жизнь и благополучие в будущие десятилетия. Потому что это непонимание приведет не только к тем трагическим последствиям, которые мы наблюдаем сегодня в результате нападения России на Украину. Я уверен, что оно приведет к разорению краху самой России, краху самого русского народа. И это нужно четко понимать, что возмездие, оно будет неотвратимым, и оно будет куда более опасным для будущего русского народа, чем то возмездие, которое постигло жителей Гитлеровского рейха. Потому что рядом с Гитлеровским рейхом были европейские страны. Он был окружен европейскими странами. Граница Германии, это граница с Польшей, Венгрией, Чехией, с Австрией, Францией, Италией, если посмотреть окружающее пространство. А окружающее пространство России это пространство Китайской народной республики, это пространство Монголии, это пространство Казахстана. Монголов не обижайте, Монголы сейчас очень далеко ушли вперед, у них с демократией все в порядке. Я даже говорю не о демократии сейчас, я говорю о цивилизации. Просто если Россия сама по себе поставит барьер между собой и европейской цивилизацией, если граница Европы будет четко проходить по хутору Михайловскому, если ни в одной из европейских стран, которые сейчас граничат с Россией, ни в Украине, ни в Латвии, ни в Литве, ни в Эстонии, ни в Польше, ни в Норвегии, ни в Финляндии, ни, надеюсь, и в Белоруссии не захотят просто знать ничего о России и ее жителе, то останется, я бы сказал, столь благоволимой Путиным разворот на восток. А на востоке свои правила игры. На востоке товарищ Си Цзиньпин. Да, который, кстати, не торопится принимать Россию в свои объятия, во всяком случае, в том виде, в котором она существует. Это так, в порядке реплики. Виталий, но все-таки, как объяснить не только российскому обывателю, в хорошем смысле даже этого слова, западному обывателю, который живет где-нибудь далеко-далеко, может быть, даже за океаном, может быть, даже не в Европе, а в Америке, почему Украина отвергает разного рода предложения о мирных переговорах, о прекращении огня, и как, в принципе, воспринимаются такие идеи в украинском обществе? Я бы хотел напомнить, что Россия, когда говорит, что она готова к переговорам, первое условие, которое она ставит в результате для начала этих переговоров, это признание Украины так называемых территориальных реакций. То есть речь идет о том, что Российская Федерация требует, чтобы ее решение присоединить к себе части соседнего государства, на основании того, что она объявила эти части соседнего государства после их оккупации независимыми государствами, должно быть акцептировано Украиной. То есть Украина должна согласиться с этим правовым маневром, совершенно безумным, что можно оккупировать части территории, можно объявить их независимым государством и можно присоединить к России. Мы же говорим, и президент Украины говорит, и другие украинские руководители, о том, что переговоры возможны, если будет гарантирована территориальная целостность Украины. Кстати, я хочу вам напомнить, что это же не первый раз такие фокусы уже проделывает Российская Федерация. В 1900, мне кажется, в 43-м году Россия аннексировала Тувинскую Народную Республику. Это сейчас Республика Тыва в составе Российской Федерации. С точки зрения международного права, это была часть Китая. Россия объявила эту территорию, кстати, как и соседнюю Монголию, внешнюю Монголию, Народной Республикой, но внешнюю Монголию пощадила, поэтому, как вы говорите, у нее сейчас появился шанс стать демократическим государством, нормальным. А Туву не пощадила, просто присоединила к себе. Но вот надо это понимать, что это все время так делалось. Но на тот момент Китай не мог защитить свое представление о территориальном суверенитете, просто потому, что в Китае победили коммунисты. Что признание этих территориальных реалий было платой за помощь, которую Сталин оказал Мао Цзэдуну. А сейчас совершенно другая ситуация. Мы не должны мириться, ни мы, ни цивилизованный мир, с тем, что какая-то страна может оккупировать часть территории другой, присоединять к себе. Потому что если так будет происходить, то мы будем вообще жить в диком мире, в мире, где международное право будет заменено правом сил. Это первое. Вторые условия для переговоров, которые требует от нас Российская Федерация, это нейтральный статус демилитаризации. То есть Россия, которая на нас напала, которая в течение 17 месяцев ведет беспощадную войну на нашей территории, а до этого в течение 8 лет оккупировала часть нашей территории, превратив жителей этих территорий в заложных по своей воле. Она хочет, чтобы мы отказались от вооруженных сил и к тому же не могли рассчитывать на защиту других государств. То есть, по сути, нам предлагают не переговоры, а капитуляцию. Россия могла бы настаивать на переговорах, если бы она четко сказала, мы согласны с тем, что Украина имеет право на свободу союзов, мы согласны с тем, что Крым, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области являются частью Украины, мы меняем свою конституцию. Мы не будем мешать Украине в ее стремлении присоединиться к НАТО и к Европейскому Союзу, но у нас есть пожелания. Пожелания там обеспечения прав этнических русских, которые живут на территории Украины, чтобы у них там были школы, университеты, чтобы они могли изучать родной язык, чтобы сохранялись экономические связи приграничных регионах. Это все ситуация, которая может обсуждаться на переговорах. Но то, что точно не может обсуждаться на переговорах России с Украиной, это вопрос нашей территориальной целостности. Уже хотя бы потому, что этот вопрос был признан самой Российской Федерацией. И, безусловно, любые переговоры с Россией и Украиной, даже если война закончится, они никогда не приведут к тому, что украинское государство признает легитимность факта оккупации своей территории России. Между нашими странами никогда, до того момента, пока русские не уйдут с украинской земли, не будет никакого взаимопонимания, а будет только взаимная ненависть, борьба и желание насолить друг другу. И это может продолжаться столетие после подобных действий. Я, кстати, не преувеличиваю, потому что, вы видите, сейчас 2022 год. И какие можно узнать... Третий год, простите. И какие можно узнать отношения между Турцией и Арменией? Они только сейчас нормализуются. Вот уверяю вас, что нормализация отношений между русскими и украинцами начнется через столетие, не раньше. Не нужно вообще думать, что между нашими странами и народами русским и украинским возможно хоть какое-то примирение в образримом будущем. Все кончено и надолго. И заметьте, что люди, которые призывали к независимости и суверенитету Украины, в этом виновны. Мы как раз говорили о необходимости нормальных добрососедских отношений с Россией. Россия сама своими преступлениями перечеркнула все то добрососедство, которое могло бы быть. Но опять-таки какой-нибудь американец, француз или англичанин, который просто не знает многих деталей того, что было в прошлом, того, что есть сейчас, может задать вам недоуменный вопрос. А что, вы не устали от войны? Вы не устали от потери? Вы не устали от того, что ваших людей и, между прочим, лучших людей убивают на хронике? Любой народ устает от войны. И совершенно очевидно, что украинское общество этой войны не хочет. Оно эту войну не начинало, оно этой войне не радо. Этой войны хотело, этой войне радуется, эту войну начало русское общество, русский народ, российское государство. Но у нас нету никакого особого выхода, потому что нам не предлагают разговаривать в рамках международного права, в рамках цивилизованных решений. Что нам, собственно, предлагают? Просто разоружиться? То есть, по сути, освободить для чужой армии дорогу дальше вглубь украинской территории? Что нам предлагают? Нам предлагают, и это уже ясно по тем действиям, которые оккупационные власти совершают на оккупированных территориях, отказаться от собственной идентичности. Посмотрите, кстати говоря, когда Россия оккупировала Крым, где большинство населения этнические русские, она еще могла разглагольствовать о защите прав русского населения. Хотя одновременно, как вы знаете, осуществлялся настоящий культурный геноцид крымских татар и уничтожение всех институций, которые они создали за годы своего возвращения на историческую родину. Но это отдельная история, потому что русских в Крыму, очевидно, было немало. И выходцев из самой Российской Федерации было немало, потому что этих людей как колонистов завезли после депортации коренных народов в Крым. Но затем началась оккупация других украинских регионов. И в Донецкой, и в Луганской, и в Херсонской, и в Запорожской областях, которые присоединены к России, этническое большинство составляют украинцы, не русские. И Россия этих людей объявляет русскими. Она лишает их национальности, она лишает их права на идентичность. Это самый обыкновенный геноцид, по большому счету. И те, кто хочет остаться украинцами, там просто либо изгоняют, либо запугивают, либо убивают, причем не жалеют даже подростков, как это недавно произошло в Бердянске. И тут дело не в этничности, как вы понимаете, а еще и в политическом создании. Эти подростки явно не... Виталий, извините, я бы хотел уточнить, что ведь очень многие люди, которые говорили на русском языке и которые были скорее воспитаны в парадигме русской, русскоязычной культуры, при этом давно идентифицировали себя как граждане Украины, как патриоты этой страны. И вообще, я часто привожу пример, что в Украине на самом деле, когда человек с ярко выраженной грузинской или армянской, или греческой, или еврейской фамилией говорит, что я украинец, это ни у кого не вызывает улыбки. А вот представьте себе, как человек с фамилией Кипиани, вот есть журналист Вахтан Кипиани, абсолютно, так сказать, украинский журналист, патриот, если бы человек с фамилией Кипиани сказал, я русский, находясь в России, это же вызвало бы эротические ухмелки и улыбки. Конечно, поэтому, кстати, все эти российские пропагандисты нерусского происхождения, там Соловьев или Симоньян, или там Киасаян, я уже не буду там их всех перечислять, они себя русскими не называют, потому что они знают, что они находятся в центре ксенофобного общества, где президент может шутить над происхождением президента другой страны. Вот это смешно, что президент Украины этнический еврей. Вот если там президент какой-либо другой страны, допустим, не является представителем преобладающего большинства населения, это никого не смешит. Президент Румынии может быть немцем, президент Латвии мог быть этническим евреем, федеральный канцлер Австрии мог быть этническим евреем, президент Франции... Президент Соединенных Штатов мог быть наполовину кенийцем. Так, ну, действительно, это нормально, это вообще... И самое главное, что я привожу сейчас эти примеры, а ведь никто о них не вспоминает в тех странах, где этих людей избирали на высшие государственные должности. И избирали, потому что они были популярными политиками. Никто в Австрии не сомневался, что Бруно Крайский австриец, Николя Саркази француз или Эгил Левиц латыш. Это очевидные вещи, потому что ты часть политической нации. Ну, а для Путина и вообще для российского общества это какое-то вот странное... Такое вот странное явление. Эти люди, с одной стороны, утверждают, что они интернационалисты, что все вокруг россияне, а с другой стороны, инородец вызывает, знаете, дикую ненависть. Кстати говоря, вот посмотрите, что во время мятежа Пригожина вся эта ГОП-компания говорила о Сергее Шойгу. Это не с точки зрения моих симпатий с Сергеем Шойгу. Она же называла его тувинским полководцем, потому что быть тувинским полководцем оказывается унизительно. Вот быть русским полководцем, это нормально. А если ты министр обороны Российской Федерации, ты тувинец и не добиваешься победы, это, конечно, возмутительно. Мы скажем, что ты тувинский полководец. Хотя всю победу во Второй мировой войне мы возлагаем на этнического грузина, с трудом говорившего на русском языке даже в последние годы своей жизни. И ничего, это нормально, потому что он же победитель, он расширил нашу территорию, и мы ему прощаем, что он грузин, и называем его русским. То есть для того, чтобы стать русским, нужно дать нам возможность гордиться нашими преступлениями. Вот это хорошо. Этих русских мы берем, а тех русских, которые не так эффективно действуют, мы уже не берем. Мы объявляем русским и тех, кто нам нравится. Вот это тоже очень такой типичный подход для русского шовинизма. Виталий, я прошу прощения, мне бы хотелось немножечко поменять дальнейший ход нашего разговора. Впрочем, вы сами сказали об окончании войны. Когда война закончится? А когда война закончится? Какой, на ваш взгляд, здесь может быть реальный сценарий? Ну, я бы сказал, что, может быть, надо говорить не когда, а как. Война может закончиться несколькими путями. Первое, это когда совершенно становится очевидно, что само продолжение войны бесперспективно. Вот сейчас мы говорим об уменьшении военного потенциала России, что у Украины уже танков больше, чем у России, что снарядов России израсходов уже столько, что она просто не может воспроизвести количество этих снарядов на протяжении лет, а не месяц. И российское руководство должно прекрасно понимать, что дальнейшая интенсивная война, она просто невозможна. Тогда мы будем переходить либо к конфликту низкой интенсивности, либо к некоему перемирию. Это перемирие возможно. Оно возможно даже не в случае, если Украина и Россия будут вести переговоры. Я допускаю такое перемирие по сценарию зерновой сделки, когда и Украина, и Россия договорятся не между собой, а с посредниками о неком прекращении войны на той точке, на которой будут находиться войска в момент достижения подобного соглашения. Кстати, я не исключаю, что такой точкой может быть даже государственная граница Украины. Потому что я хочу напомнить, что для Российской Федерации этой государственной границы не существует. Просто не существует, потому что Россия считает своими Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области. У нас разное. С Россией представление госграницы. Поэтому точкой разведения войск может быть даже государственная граница Украины. Это тоже такое вот место, где могут происходить столкновения, где могут быть разведены войска. Другой вариант окончания войны это получение Украины приглашения в НАТО и гарантии ее безопасности. Это может сразу не прекратить войну, но это может ее локализовать. Вот как говорят сейчас западные политики, мы слышали это от Михаэля Рота, руководителя внешнеполитического комитета Бундестага, предоставление гарантии безопасности той территории, в которой контролируется легитимным украинским правительством. Это, конечно, не окончание войны, но это ее локализация, по крайней мере, на тех территориях, которые Россия оспаривает у Украины официально. Мы понимаем, что она на самом деле оспаривает всю украинскую государственность, но официально вот эти вот регионы, Крым, Севастополь, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области. Если гарантии НАТО не будут распространяться на эту территорию, а будут распространяться на всю остальную, то это, по крайней мере, будет означать, что Россия вынуждена будет ограничиться военными действиями только на этой локальной территории. Я считаю, что это тоже путь для окончания войны, потому что России не нужна эта территория, потому что вся эта территория это плацдарм для нападения на всю остальную территорию Украины. Если в Москве поймут, что нападать на всю остальную территорию Украины это чревато столкновением с НАТО, то могут успокоиться. Это другой вариант окончания войны. Третий вариант окончания войны это внутриполитические проблемы в самой России. Мы видим, что они реальны. Последние события показали нам, что российская власть отнюдь не так сильна и стабильна, как хотелось бы ей думать об этом. И какие-либо изменения в России, я не считаю, что они приведут к качественной перестройке сознания и к качественному изменению вертикали власти, но они, по крайней мере, могут заставить даже не самого Путина, а тем, кто придет ему на смену, задуматься о необходимости мирного существования с Западом, пользуясь советской терминологией. А путь к мирному существованию с Западом это прекращение войны с Украиной. То есть есть много разных вариантов, одного нет. Ну хорошо, а как воспринять многочисленные публикации, которые появились особенно в последнее время, о том, что есть какие-то секретные переговоры, какие-то секретные контакты у западных политиков, в том числе и у американских, какие-то попытки договориться о неписанных правилах ведения войны. Как вы все это воспринимаете? Это ведь желание понять, чего вы хотите, когда отстанавливаете чиновники, которые недавних публикациях американских или с какими-то российскими экспертами. Они хотят понять, чего, собственно, хочет добиться Россия в той ситуации, в которой она оказалась. Но я не думаю, что эти переговоры приведут к каким-либо ощутимым результатам, уже хотя бы потому, что я не верю в то, что Сергей Лавров оказывает какое-то влияние на Владимира Путина, Николая Патрушева или кого-либо из российских силовиков. И я не думаю, что он может четко сформулировать, чего хотят в Кремле, потому что желания Кремля, они ведь тоже, как вы знаете, Евгений, меняются достаточно быстро. И если 17 месяцев назад мы слышали одни требования по отношению к Украине, а сейчас уже другие, даже повышенные, требуют от Украины признать, что она не должна вступать в Европейский Союз. Этих требований же не было на февраль 2022 года, а в 2023 году они вдруг появились. Поэтому я считаю, что это как раз попытка даже не узнать цели, а, скажем так, урезонить. Но насколько это возможно, я не очень верю. Я не верю в результативность. То, что есть всегда люди, которые верят в возможности дипломатии, это я допускаю. И это совершенно разумный подход к происходящему сейчас в мире. Но насколько эта дипломатия эффективна, когда мы имеем дело с людьми, которые норовят вместо шахматной игры удариться шахматной доской по голове, это у меня вызывает тоже большие вопросы. Ведь вы же знаете, что даже в период 2014-2022 годов было немало попыток провести некие консультации. Даже на российско-украинском уровне тоже встречались какие-то эксперты, встречались люди, которые хотели узнать, как прекратить войну. Эти люди были и в Москве, они приезжали в Киев. Буквально до начала большой войны. Один из таких людей, я не буду называть его фамилию, но мы его оба хорошо знаем, он был в Киеве буквально за несколько недель до нападения. И связывался со мной, тоже хотел, чтобы я с ним встретился, но я отказался встречаться с этим человеком. Потому что я считал, что не имеет никакого смысла встречаться с людьми, которые никак не влияют на принятие решения российским истеблишментом, и которые никак не могут повлиять на происходящее. Хотел этот человек прекращение войны, или просто пытался узнать наше настроение, занимался разведывательной функцией, это я уже, конечно, не скажу. Чего вы ждете от саммита НАТО в отношении Украины? У меня относительно саммита НАТО очень простая формулировка. Я считаю, что два саммита НАТО, я бы сказал так, период между вильнюсским и вашингтонским саммитами, это в определенном смысле окно возможности, которое должно завершиться в Вашингтоне приглашением Украины в НАТО. Я бы, по крайней мере, очень хотел бы, чтобы так произошло. А вильнюсский саммит должен определить логистику этого процесса. То есть, что должно произойти за этот год, чтобы это приглашение в Вашингтоне прозвучало. И вот я и ожидаю в Вильнюсе согласия стран-членов НАТО с логистикой такого процесса и обсуждением этой логистики с Украиной. Вот примерно так. Ну что ж, ждать осталось недолго. Саммит НАТО начинается 11 июля в Вильнюсе. Посмотрим, что там произойдет. Будем следить с неослабевающим вниманием. Виталий, спасибо большое. Я напомню, Виталий Портников, украинский журналист, политический обозреватель, был сегодня гостем моего канала. У него тоже есть канал. Напомню, подписывайтесь на оба наших канала. И надеюсь, мы с Виталием встречаемся не в последний раз. Спасибо. Удачи. Всем счастливо. Субтитры подогнал «Симон»!